Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы будем обсуждать проблему троллейбусов. Уже несколько месяцев эта эпопея с троллейбусами не заканчивается. Сначала Меря сносит, демонтирует троллейбусные линии, потом суд устанавливает, что это было незаконно. И, в принципе, кто прав в этой ситуации, куда делись троллейбусы, почему троллейбусы были важны и нужны этому городу. Для этого у нас в гостях аналитик по урбанистике и гражданская активистка Вермет Борубаева. Здравствуйте, Вермет. Вы говорили, что пока готовились к эфиру, вы говорили, что вы сейчас идете как раз таки с судебных разбирательств. Можете рассказать, про что было это судебное разбирательство, кто ответчик, кто, как называется, о чем было это судебное разбирательство? Спасибо большое, что пригласили. Мне бы хотелось как раз таки дать актуальную информацию. Вообще, что происходит. Вот сейчас, получается, жители подали два иска в суд, который рассматривает административный суд города Бишкек по поводу троллейбусов. То есть первый иск касается демонтажа незаконного. Второй иск — это отмена постановления о передаче ста троллейбусов. Могу начать с первого, потому что как раз сейчас этот иск был рассмотрен. Состоялось первое судебное слушание по делу о незаконном демонтаже троллейбусных сетей. Как вы знаете, они 19 июня начались. И вот с тех пор мы ждали, когда все-таки суд начнет рассмотрение, потому что там очень долго проходили административные процедуры и так далее. В итоге ответчиком была мэрия города Бишкек, представители мэрии города Бишкек на наши все вопросы. Мы их просили, пожалуйста, чтобы доказать, что демонтаж был законным, вы должны предоставить документы. Но представители мэрии так и не предоставили необходимые документы. То есть когда мы обращались в мэрию, нам предоставляли одни документы. То, что это относится, то, что будет передача троллейбусов и так далее. Поэтому идет демонтаж. И были общественные слушания еще, поэтому мы еще тогда жители спрашивали их мнение. Но демонтаж начался, и это должно было быть до 6 июля. А демонтаж начался 19 июня. Поэтому у нас все основания были, чтобы заявлять, что это незаконно. То есть в итоге все лето практически они снимали провода. Не предоставляя не надлежащих в соответствии с законом Кыргызской республики документов. И сегодня на процессе они также нам не предоставили. Они сказали, вот был ремонт, поэтому снимали провода. Что тоже как бы неправда, потому что, например, ремонт был до конца. Почему тогда другие провода им не мешали? На Ахумбаева у них вообще нет никаких документов. Также сняли на Киевской, где тоже нет никаких документов. Мы же обращались официально в мэрию. Нам официально давали только отписки и документов. Вот мы даже суд сегодня запросил, и представители не предоставили. А второй иск — это получается также мэрия города Бишкек. Ссылаясь на то, что мэрия Аша попросила 100 троллейбусов, они это как бы выставили на общественное слушание через горький неж, потому что это касается вопросов имущества. И спросили разрешение жителей. Жителей поступило около 300 писем, где жители против. И до сих пор вот у нас куча писем, куча подписей. Мы от жителей собирали, что против. Люди возмущены. Больше полторы тысячи подписей мы также собрали. Также петиция у нас была, еще полторы тысячи. И сейчас любые комментарии откройте, пишут жители, верните троллейбусы. Но несмотря на это, Бишкекский городской кинеж, у них нет положительных заключений от постоянных комиссий, что является обязательным. Также у них нет согласия от банка. Европейский банк реконструкции и развития выделил общую сумму 23 миллиона долларов на приобретение троллейбусов и ремонт контактной сети. Мы этот кредит уже годами выплачиваем. И почему мы должны как бы лишаться нашего блага. И поэтому они 29 августа провели сессию, куда они меня не пустили. Жители пришли на сессию, открытую сессию Бишкекского городского кинежа. Нас туда не пустили, меня задержали. Это было какое-то недопонимание, когда не пускали активистов. Это не было никакого недопонимания. Это незаконные действия со стороны муниципалитета. То есть эта сессия была открыта. Сказали, что мест нет в зале, хотя они там были. То есть оснований не пускать у них не было. И потом они, получается, задержали меня, отвели в участок, также ещё другую жительницу. То есть не предоставляют уже никакие документы. Они не имели права нас вообще задерживать никак, потому что мы не сопротивлялись, мы не скрывали свою личность. И здесь, получается, в итоге они приняли это постановление, что также незаконно, потому что надлежащих документов, как я сказала, согласие от жителей, заключение комиссии и также решение от банка письменного, этого всего нет. И даже в самих ответах это нам как бы предоставляется, что они ещё не решили, кто будет дальше выплачивать этот кредит. И вот такое как бы безобразие происходит. В итоге жители, второй иск пришлось им подать и попросить также суда, чтобы приостановили демонтаж. Ну вот и получается БГК хочет завтра это тоже оспорить. Завтра в 2 часа ещё будет суд, потому что они хотят это оспорить. И вот мы основанием, почему нужно сейчас приостановить демонтаж любых контактных сетей, потому что было, что не восстановить их потом. То есть они могут быть утрачены на совсем. И это очень дорого, то есть это огромные колоссальные убытки. До конца судебных разбирательств нужно как бы остановиться, вот куда они так спешат. И поэтому, например, один, вот это по словам вице-мэра по транспорту Ирсалиева, один километр троллейбусной сети для строительства стоит 45 миллионов сомов. У нас на сегодняшний день 210 километров. То есть если умножить, это примерно 9,5 миллиарда сомов. Это только вот сами контактные сети, сколько ещё было. По нашим каналам одна подстанция стоит примерно около миллиона долларов, чтобы её построить, оснастить, специалисты. И плюс нам говорят, что это как гуманитарная помощь городу Ашу, вот передача. Во-первых, в городе Аше в 2018 году был свой кредит, потом в 2022 году они ещё кредит взяли на троллейбусы, плюс сейчас только одна линия там выходит, действует троллейбус. То есть им не нужно 100 троллейбусов, на одном маршруте где-то 15 троллейбусов. То есть 100 им сейчас не нужно. Во-вторых, провода, которые сняли, сам на личной встрече с жителями мэр подтвердил, когда они их снимали по улице Байтик-Патыра, они рассыпались, так и сказал. Соответственно, провода, у которых срок эксплуатации уже вышел, не могут быть применены в другом городе. То есть это такая большая манипуляция. Когда нам, жителям, хотят дать такую идею, что они должны помогать другим городам. Так сейчас вопрос не просто демонтажа этих самих линий, вот как проводов, но и его хотят просто вот эти линии обратно повезти и поставить в городе Оша. Они это так обосновывают, что вот мэрия Оша… Я думала, просто троллейбусы сами по себе. Нет, они вот что основанием, да, сами говорят, что вот из мэрии Оша к ним обратились вот 100 троллейбусов дайте. Они ещё туда 160 километров троллейбусных линий и 16 подстанций добавили, чтобы новые там построить. Но эти контактные линии, то есть они не будут… Их нельзя будет использовать, это только на металлолом сдать. Если снять все провода, мы посчитали, то есть сдать в цветной металл, так как это чистая медь, будет где-то миллион долларов, миллион двести долларов. То есть, ну, это как бы только такая манипуляция идёт, что вот провода будут использованы для строительства в других городах. Но по законодательству Кыргызской республики, уже по ГОСТам эти провода не будут подходить для установки в других местах. Поэтому все вот эти доводы, они как бы сразу разбиваются, когда ты просто хоть чуть-чуть начинаешь задавать вопросы. И здесь, мне кажется, ещё интересный факт в том, что город Пешкек сам до сих пор выплачивает эти кредиты. Какая была реакция? Или вы дождались ли вы какой-то реакции со стороны самих вот этих международных организаций, международных институтов развития, которые предоставили нам эти гранты? Ну это же, и насколько я понимаю, там были и гранты, и кредитная линия, да? И какая была у них реакция? Будут ли они как-то влиять? Потому что, ну как кредиторы, они же должны разбираться, куда уходят эти деньги, кто будет возвращать. Для них это важная тема, мне кажется. И была ли от них реакция? Да, мы как раз таки и к ним обращались, когда мы с ними попросили организовать встречу с Айтен Рустемовой. Это национальный представитель Европейского банка реконструкции и развития. На тот момент они сказали, что нет этого согласия. То есть банк, ну сами в банке подтвердили, да, вот их директор региональный подтвердила, что банк не выдавал согласия. Также было в сети опубликовано письмо, когда банк пишет в мэрию и в Министерство экономики по поводу разъяснения этого вопроса. Они сказали, что без согласия банка невозможно ничего передавать, да, вот эти троллейбусы. Потому что полностью все активы, да, выплачены за счет как бы кредита. Ну, точнее, да, мы его выплачиваем до сих пор. И плюс срок эксплуатации троллейбусов вообще не прошел. То есть официально он 20 лет. Сейчас вот 7 лет только прошло, да. То есть треть срока еще только вышла. И то есть банк официально не давал письменного согласия. Это также вот подтверждают документы, предоставленные от мэрии. И вот сейчас они нам ничего не отвечают. Они просто хранят такой нейтралитет и, наверное, думают, ну, как бы, что там дальше будет. Но мы абсолютно не поддерживаем такую точку, вообще такое поведение банка. Позицию. Потому что есть, во-первых, политики банка, где очень четко прописано, политики самого банка, что, во-первых, люди, они могут участвовать в принятии решений, что там происходит очень много нарушений. Во-вторых, есть программа у Европейского банка реконструкции и развития «Зеленые города». То есть они, в принципе, это не коммерческий банк, да. Это именно банк с высокой социальной ответственностью, который занимается большими инфраструктурными проектами на уровне государств, на международном уровне. Вот они сейчас свой проект «Зеленые города» продвигают. То есть мы получаем это финансирование благодаря как раз-таки зеленой экономике и нацеленности. То есть они сами свои вот эти как раз-таки фонды также получают благодаря тому, что они поддерживают развивающиеся страны. И плюс этот вообще кредит, он был ратифицирован на уровне Джогурку-Кенеша. То есть Бишкекский городской Кенеш не может отменять это постановление. А в законе четко написано, должно быть согласие банка при передаче полностью всех активов или большей части, что на данном моменте рассматривается. И это, к сожалению, ведет к очень печальным последствиям, потому что наша инвестиционная привлекательность как Кыргызской республики снижается. Если государство, если, например, самовольно даже поступает с кредитом, по сути, уничтожая кредит, мы 10 лет выплачивали уже это, сколько специалистов, сколько работы было вложено в обеспечение этого кредита. И за один день мы просто все, как жители, лишаемся этого блага, которое... И плюс троллейбусному управлению в январе мы должны были отмечать 75 лет. То есть сколько уже финансов, средств было потрачено. И вот в таких ситуациях хочется, чтобы Кыргызская республика, она, наоборот, развивалась, получала, да, и если получает финансирование, то чтобы это было на благо государства, на благо жителей, и чтобы нам наши партнеры доверяли. А сейчас таким образом очень негативная реакция возникает, недоверие со стороны банков, потому что там же еще замешан и азиатский банк развития, который давал деньги на электробусы, и которому... Вот в этот момент можно будет уточнить, да, получается, если про финансовую нагрузку на город и на жителей города смотреть. Сейчас мы выплачиваем кредиты, которые были получены на приобретение этих троллейбусов, мы передали эти троллейбусы, и теперь мы получили какой-то новый кредит для электробусов. Правильно я понимаю? Ну, то есть это так на мэрии представляют информацию, но и они пишут, что они заменят троллейбусы электробусами, что категорически нельзя делать. Во-первых, это... Ну, я не видела ни одного документа, где это говорится, что нужно вот заменить, да, то есть такого документа нигде не опубликовано. То есть, во-первых, мы... Нам европейский банк дал деньги на троллейбусы, и пока вот они свой срок службы не вы... ну, не израсходуют, их нельзя никуда девать. Во-вторых, азиатский банк реконструкции и развития выделил 50 миллионов, ну, кредит, да, половина гранд, половина кредит, на электробусы. Электробусы никак не мешают движению троллейбусов. Наоборот, например, согласно Всемирному банку исследования по загрязнению воздуха, там есть рекомендация переход на безуглеродный транспорт, да, то есть, наоборот, дизельный, газовый, сейчас вот у нас газовый, да, они заменяют электрический транспорт на газовый. Это абсолютно не экологично, потому что троллейбус может перевести без единого выхлопа вообще пассажиров. То есть, в прошлом году 20 миллионов пассажирских перевозок. А газ — это ископаемое топливо, газ — это как бы не наше, да, топливо, то есть, мы его импортируем, да, то есть, это вообще безопасность. Ну и плюс это как бы у него, оно конечное, да, то есть, оно заканчивается, и это вообще не экологично, это очень сильно влияет на климатические вопросы, да, на таяние ледников и так далее. И плюс, ну, электробусы могут ездить там, где нет троллейбусов, и как раз-таки у нас сейчас большая нехватка. А так получается, минус 20 миллиона на троллейбусы, да, которые мы истратили, плюс там получается 120 электробусов, у нас было 144 троллейбуса. И, то есть, у нас меньше становится электрического транспорта, меньше маршрутов, потому что там 5 маршрутов планируется, а у нас было 10-11 маршрутов, и в итоге долг городу еще минус 50 миллионов. То есть, поэтому тут как бы очень сомнительно на всех этапах, потому что мы проанализировали даже вот это технические обоснования, которые предоставил Азиатский банк, и, во-первых, там ничего не говорится про замену троллейбусов, там написано только 20 старых будет поменять на электробусы. Про всю систему там такого ни слова нету. Это очень важно, потому что не все же могут эти документы на английском читать, и вообще это очень техническая документация. И вот почему нигде не указано, что это должно вот так полностью замена, потому что они по закону это не могут сделать, поэтому это нигде не указывается. Во-вторых, самым эффективным способом транспортных перевозок — это гибридные троллейбусы. То есть они тоже называются электробусы, но они могут, вот у них тоже есть рожки, они как бы похожи на троллейбусы, они едут и подзаряжаются от электрической сети. А потом они могут хоть до канта доехать, выехать. Там, где нету линии. Вот выехать и туда уехать. А эксперты, Грютер Консалтинг — это швейцарская компания, они написали, что у нас нестабильное напряжение для таких современных моделей, что является неправдой у нас. Во-первых, датчики мы зафиксировали, как показывают напряжение. Во-вторых, например, в Алмате сейчас как раз таки ездят эти джетонги, и у нас намного лучше вообще сеть была и напряжение, чем в Алмате. То есть, ну плюс, как бы докажите, что они, мы у них попросили доказательства, где их замеры, где документы технические, что это неправда, они нам не предоставили. То есть это был вот второй этап, да, у нас, в принципе, если электробусы, то только гибриды. Потому что во все это, ну как бы это международные урбанисты говорят, если есть уже контактная сеть в городе, то самым лучшим способом являются вот эти гибридные, когда могут заряжаться. А так получается, они вот сейчас начали строить в депо станции под зарядки, что тоже неэффективно. Во-первых, это деньги, чтобы на них как бы потратиться. Зачем нам тратить деньги, если они могут вот с воздуха, считайте, заряжаться. Во-вторых, нам представители Азиатского банка говорили, что они полностью сохранят все, что там касается троллейбусов и будут использовать дополнительные площади для электробусов. А сейчас происходит непонятно что. И вот это, к сожалению, очень большие недовольства и недоверие к мэрии и вообще ко всем органам, которые все это подписывают, или иногда даже без документов делают. И это приводит к большим социальным конфликтам и напряжениям. Хочется вообще очень поддерживать мэрию, потому что мы все хотим жить в чистом городе, мы хотим все быть здоровыми, а вот мэрия просто на пустом месте. С учетом того, что мы входим в тройку, в топ-10 городов с самым загрязненным воздухом, мэрия делает такие действия, которые как бы противоречат всем документам международным, внутреннему законодательству и вот проводит такую политику. Учитывая, что это никак не выгодно ни городу, ни по каким факторам, как вы думаете, какова была вообще мотивация этих решений? Была ли, может быть, какая-то политическая, может быть, другая мотивация? Почему вдруг они решили, троллейбусы работали? Насколько я помню, только один аргумент был со стороны, не помню, это, скорее всего, те, кто были за демонтаж троллейбусных линий, что они портят вид города. Есть ли другие мотивации? И как вы думаете, портят ли троллейбусные линии вид города? Вид города портит смог, когда мы вообще ничего не видим. То есть, если вы на панораму выйдете, то там будет просто чёрный дым, и всё. Никакого вида города уже давно нет. А троллейбусы — это из всего, что двигается сегодня, из общественного транспорта. Это единственный транспорт, который не вносит свой вклад в загрязнение воздуха. Иногда, да, служащие мэрии или департаменты транспорта, они ссылаются на такой, как бы, мы его просто не видели, они говорят, что вот было такое решение, что убрать провода, потому что они портят вид города. Во-первых, он должен быть публичный, он должен быть нам предоставлен, мы должны видеть дату, мы должны видеть, кто его подписал, мы должны иметь право его оспорить. Но что мы не можем сделать без того, когда нам этого документа не предоставляется. Во-вторых, если вы посмотрите, какие в итоге провода снимали, снимали в итоге только троллейбусные провода, вот, например, по Киевской, я даже вчера фотографии делала, все остальные провода висят, только троллейбусных нету. Тогда почему троллейбусные провода портят, которые они вообще незаметные, и их только две, да, а все остальные ужасные провода как раз-таки других там, да, интернет и все, они висят, да. Почему такая избирательная тактика проводится, да, в ущерб как раз-таки интересам жителей, потому что мы сейчас вообще не можем пользоваться нормальным общественным транспортом, он переполнен, вот я считала, например, каждый троллейбус может перевезти 100 человек, а у нас 144 троллейбуса, то есть там выходило, ну, просто где-то почти 15 тысяч за рейс они могут перевезти, и где-то 72 тысячи пассажиров в день все троллейбусы могли перевезти, то есть у нас сейчас такие давки, там 212-й переполнен, нету ни одного маршрута, который вот микрорайоны соединяет, и там Дордой, да, то есть все, что ниже Киевской, иногда нужно вот по полчаса, 40 минут я ждала, да, свой транспорт, и я не смогла в него зайти, потому что он был переполненный, и это как бы сейчас, ну, вот все увидели, да, как бы нехватку, то есть есть годами, десятилетиями продуманные маршруты, которые люди как бы, ну, пользовались, да, и сейчас мы просто всех жителей вот так вот просто, ну, проигонорировали мнение, да, то есть мы, конечно, понимаем, что Мариев, да, может думать, что она лучше знает, как нам лучше будет, но есть, согласно нашему законодательству, именно городское сообщество, то есть жители имеют первоначальное право на город, то есть мы уже через депутатов, через местные власти, да, пытаемся, вот, просить их, что нам нужно, а они уже должны это реализовать, то есть как исполнителями быть, а сейчас получается абсолютно наоборот, и, конечно, это очень проблематично, вот, с точки зрения городской политики, да, и сейчас вот то, что выборы у нас были последние, да, Бишкекский городской Кенеж показывает, что жители не допускают до решения их проблем, потому что, например, партия социал-демократа, она единственная, кто троллейбусы, да, поддержала, кто выступили, кто защищали их до последнего и сейчас до сих пор защищают, и эту партию сняли с выборов, да, то есть все, вот, вся наша группа, да, все эти тысячи человек, которые хотели как-то вернуть и пойти на гол, ну, отдать свой голос, чтобы вот восстановили троллейбусы, мы, наши права как избирателей, как кандидатов были нарушены, потому что эту партию вот так незаконно исключили, отказывают на всех уровнях, хотя это отказ не только одному-двум человекам, да, сколько кандидатов было, это отказ очень большим слоям населения, которые сейчас абсолютно исключены, да, из процесса принятия решений, что противоречит нашему законодательству. Если смотреть на предыдущий СОЗОВ, который сейчас уходит до Бишкекского городского кинежа, были ли какие-то дебаты насчет этого, ну, обсуждения внутри саму, ну, как бы это представительский орган, который представляет весь город, в том числе нас с вами, были ли какие-то обсуждения насчет этого, какие были, кто забыл, кто против, учитывая, что там, учитывая то, что там находится не одна партия и не два-три, насколько я помню, там пять партий сейчас находятся. И были ли какие-то обсуждения, какие-то обычные процессы, законодательные процессы, которые должны быть в представительском органе? Да, конечно, то есть, вот как раз таки, вот эти все, на самом деле, обсуждения, дебаты, они идут каждый день на разных уровнях, но вот как раз таки многие из тех, кто был в предыдущем созыве, депутаты как раз таки принимали решение, чтобы убрать троллейбусы, то есть большинство из этих партий, да, сейчас обратно пришли как бы во власть, и вот, например, они должны были делать видеопротоколы регистрации встреч постоянной комиссии, и вот в июле и в августе 24 июля этих протоколов нам не предоставили, то есть, плюс мы просили, чтобы мы присутствовали, да, на этих постоянных комиссиях, как заинтересованные стороны, нас никогда не приглашали, не звали, никак с нами не связывались, что тоже нарушает наши интересы, поэтому, ну как бы жители все это видели, и как раз таки хотели проголосовать против тех, кто вот это все делал, да, то есть у нас мы как бы как законопослушные граждане, мы используем те механизмы, которые нам доступны, были депутаты, хорошо, они как-то прошли, да, когда их выбирали, ну, мы посмотрели, что они нам не подходят, да, мы не хотим за них голосовать, мы хотели голосовать за другую партию, но что сделали с этой партией, вытащили один телефонный разговор про зарплату агитаторам, которая официальная, ну, есть на ЦИКе, везде, и сейчас делают дело, что это подкупы, да, хотя даже слово подкуп, да, там ничего нету, как по сравнению с другими партиями, и вот Тимирлан Султанбекович его и других, да, двух коллег посадили за решетку, то есть до сих пор держат, он держит голодовку уже 14-й день, и никакой реакции со стороны надлежащих органов нет, плюс даже если уголовное дело идет, то это не право вот так снимать с выборов, да, то есть за пару дней за один день вычеркивать из бюллетеня, должны были быть проведены все расследования, заключения, которые должны были быть еще оспорены в суде, и уже если вот прямо уже конкретно есть судебное решение, что да, это был подкуп на всех уровнях, тогда уже партию снимают и просто забирают их мандаты, а не так, что просто всем жителям, вот больше миллиона жителей у нас им просто не дали проголосовать, как они хотят по их усмотрению. У нас время подходит к концу, и, наверное, последний вопрос, какое решение вы ожидаете от судебных слушаний и разбирательств, и если все-таки суд установит, что демонтаж линий было незаконно, решение, я не знаю, решение есть или нет, меряю, она тоже незаконна, будет ли восстанавливаться, ну, там какие следующие процессы должны идти? Да, всех приглашаем 11 декабря в административный суд в 9 утра и 17 декабря в 10 утра тоже в административный суд, это вот будет еще раз два судебных заседания. Мы очень надеемся и мы уверены в том, что суд должен принять справедливое решение и отменить, во-первых, решение Бишкекского городского кинеша, потому что оно не соответствует Конституции Кыргызской Республики, да, это наш основной закон и всем процедурам, плюс признает незаконным демонтаж, который делали троллейбусное управление, вот, иначе это получается, ну, вся ответственность тогда будет на суде, и это как бы, ну, и в принципе суд понимает эти последствия, и я думаю, что он не пойдет ни на подкуп, ни на сговор, потому что мы, в любом случае, это как бы, ну, будет тогда очевидно, да, для всех, как это происходит, потому что вот даже сегодня, да, когда у мэрии спрашивают, покажите документы, их не предоставляется, поэтому здесь очевидно, да, что нельзя никак это судебное решение сфабриковать, да, и если это будет все признать незаконным, недействительным, то все должны восстановить до первоначального уровня, то есть и мы, ну, как... Это опять деньги из казногорода, Это должно быть за счет тех, кто это нарушал, потому что, если это незаконно, будет признано, что это незаконные действия, то это должны нести ответственность уже в рамках других уголовных дел теми лицами, которые принимало это решение, вот, и поэтому, ну, мы очень просим жителей тоже нас поддерживать, то есть группа Бишкек смог, мы все публикуем всю информацию и приходить на суды, они открыты, также присоединяются, ну, плюс еще очень большое волнение вызывает то, что сейчас очень многих сотрудников незаконно увольняют в троллейбусном управлении, то есть хочется поддержать сотрудников и вот уже сколько это длится, да, то есть людей просто выбрасывают, да, то есть без каких-то надлежащих выплат и так далее, заставляют подписывать и говорят, мы тогда вам не выплатим деньги, ну, хотя люди эти 20 и 40 лет работали, да, на благо города, поэтому мне вот за них тоже больше всего обидно, потому что они как раз-таки очень переживают за троллейбусное управление и это вообще на самом деле очень прогрессивный вид транспорта, который должен сохраняться, тем более у нас, в городе. Спасибо большое. Уважаемые зрители, мы сегодня обсуждали вопрос троллейбусов в городе Бишкек, я хочу напомнить, что летом этого года в мире города Бишкек начало демонтаж троллейбусных линий, потом троллейбусы были переданы городу Ош, и насколько эти решения являются законными, насколько они вредят или, может быть, приносят выгоду городу, мы это обсудили, у нас в гостях был аналитик по урбанистике и гражданская активистка Бермет Борубаева, Бермет, спасибо вам, ведущая оперизация «Бурхан», до следующих встреч.